Так, окей. Вот такой чудесный кафедральный собор. Я там уже была внутри. Привет-привет. Какие у нас новости? Да, я туда сходила, там сейчас было утреннее место на польском. Там, по-моему, человек опять сидит. Красиво, но свечками не пахнет, там сегодня на викторичестве. Вот позади меня. Что позади меня? Старый рынок, там мы внутри были, там днем работает много всяких этих, которые продают сувениры, там бровь всякая, сувениры. Мы там купили как раз музыкальную шкатулку, Данила. Так, какие у нас новости? Нам починили бак в нашем кабинете. Итак, у нас был бак. Какой бак? То есть в декабре, когда нам позвонили и сказали, что у нас назначено виза-интервью на 10 декабря, мы так сказали, мы не можем получить шенген-визу за 10 дней, мы не сможем приехать. Они сказали, ну ладно, ну пройдет 10 число, а после этого мы назначили новое там на январь. Ну ладно, мы такие, окей, на январь. Поехали, заказали визу, приехали учатся мы сюда, приехали 12 января. У нас виза шенген на месяц до 12 февраля. Теоретически хотелось бы за это время получить все визы, но проблема в том, что после того, как прошло 10 декабря, у нас в кабинете есть сайт, на этом сайте есть кабинет, мы видим, теоретически мы должны были видеть даты, календарь, где мы можем назначить себе новую дату интервью. Интервью это собеседование с консулом по поводу получения визы. Ты когда-то с ними разговариваешь, а он тебе потом наклеечку визы в паспорт шлепает. Но у нас этой даты не было в кабинете, у нас просто не было доступных дат. И все, такая фраза. И такая ситуация была до января, но все равно поехали. Уже здесь я прочитала в телеганном канале, где тоже люди обсуждают, как они едут. И вот мне одна девушка сказала, что у меня такой же кейс, такая же виза, и я в своем кабинете вижу. Вот, пожалуйста. И она мне прислала скрин, то есть она сфотографировала свой экран, прислала скрин о том, что она видит реально эти даты. То есть мы начали писать чехсаппорт, поддержку, о том, что, блин, что за ерунда. Почему? Как оказалось, из-за того, что у нас 4 человека, 4 человека, и из-за этого баг на сайте не работает, не показывает даты. Мы, опять же, писали в поддержку, чтобы нам разделили наши аккаунты. То есть, получается, сейчас Саша вместе со старшим, с Владиком, имеют один кабинет, и я с младшим второй кабинет. Вот. Как только мне отделили кабинет, я сразу увидела доступные даты на январь, на март, не одной даты на февраль почему-то. Ну, я вижу, чуть в апреле есть. Дальше нет. То есть, получается, на 2 месяца вперед. Февраль-март на 3, получается. Вот, что интересного. Вот. Саша, значит, потом починили тоже в течение нескольких дней. Была тишина, потом починили, и сейчас он записался. То есть, в среду мы едем в Варшаву. Хи-хи. Но у нас пока нет медосмотра. То есть, мы начали делать медосмотр, но не заделали, потому что, если люди, кто младше 25-ти, то медосмотр делается в течение 1-2 дней. Ну, там приходишь к доктору, даешь мед. Кровь, рентген. Ну, или как это? Ну, да, рентген. Икс-рей. Ну, как флюорография, в общем-то. Такой же аппарат. Вот. И в течение 2-х дней обычно это всё готово. Но, так как дети младше 25-ти лет, у них, а, младше 15-ти, у них, как это, другой полотест идёт, кровь-анализ. И он делается от 5-ти до 10-ти дней. Ну, в Кракове делается 10 дней. Ох, какая улица красивая. Вон травочек поехал. Вот. И, ну, теперь мы и ждём. Мы нам назначили, как это, встречу с доктором на, сейчас скажу, 2-й февраля? Да, 2-й февраля. Вот. Ну, пока что, то есть мы поедем в Варшаву, поговорим с консулом, а потом уже привезём конвертик от доктора. То есть доктор после медосмотра даёт нам конверт. Этот конверт запечатан в виде, мы не открываем, мы его везём, просто сдаём туда. Ну, и там уже потом будем ждать им везут. Вот такие новости. А билеты мы уже взяли, у нас тут рядом вокзал. Сколько? Сначала взяли, потом поменяли, потому что нам ещё будет у нас консультация о том, как проходить интервью. Так что нам чуть-чуть надо будет. Вот. В Кракове на вокзале тётеньки разговаривают по-английски. На ум она по-английскому, им это явно сложно. Но они понимают и они, в общем-то, отвечают. Ну, с ошибками, но... Главное, что она всё сделала правильно, нам дала билеты. Family ticket оформляется на четырёх человек. Вот. Ещё всё закрыто. Как свет горит, он закрыт. Вот он гремит. Вот такие новости. Всё.